В прифронтовой зоне находится наша съемочная группа. Сейчас на связь со студией выходит моя коллега Эльмира Мусазаде. Все подробности у нее. Мы сейчас находимся в Бординском районе Азербайджана. Я напомню, что от линии фронта, от Тартарского района, его отделяет примерно 30 километров. Тем не менее, звуки выстрелов, разрыва снарядов здесь были слышны очень отчетливо. Еще пару дней назад, в 12 часов ночи, накануне, было достигнуто соглашение о обеспечении режима гуманитарного перемирия, об обеспечении режима прекращения огня. Однако, примерно с 10 часов утра, может быть, чуточку раньше, вооруженные силы Армении в одностороннем порядке грубо его нарушили, предприняв попытку совершить провокации в южном направлении. Это сторона Физулиджа Браила. Чуть позже мы стали свидетелями того, как вновь под обстрел попал Тартарский район Азербайджана, а ближе к вечеру обстреляли села Агдамского района. Это уже не в первый раз, когда вооруженные силы Армении грубо нарушают режим прекращения огня. В первый раз, после того, как стороны обязались обеспечить гуманитарное перемирие, спустя буквально полчаса после того, как соглашение вступило в силу, вооруженные силы Армении открыли огонь по деревням Тартарского района. Было выпущено три снаряда. Чуть позже также под обстрел попал Агдам. Всю ночь велись ожесточенные бои. На утро же, точнее, примерно в два часа ночи по местному времени, в тот же день, когда было достигнуто соглашение, вступило в силу соглашение об обеспечении гуманитарного перемирия, из ракетного оружия был обстрелян город Гянджа, который располагается в 60 километрах от линии фронта. Пару дней назад также мы стали свидетелями того, как Гянджу вновь обстреляли из ракетного оружия, в результате чего погибло 14 человек. Свыше 55 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших и среди погибших имеются маленькие дети. Наша съемочная группа также побывала на месте происшествия, смогла увидеть всю трагедию собственными глазами. Город Берда, где мы сейчас находимся, также подвергался обстрелу из-за ракетного оружия. Тогда в результате мощнейшего взрыва погибла жительница города. Боевые действия, обстрел мирных гражданских людей со стороны вооруженных сил Армении не прекращался ни на день. С 27 сентября именно тогда началась мощнейшая эскалация конфликта. Наша съемочная группа в Тартарском районе смогла заснять дом, в который был выпущен первый снаряд по территории Азербайджана, по мирным гражданам Азербайджана со стороны Армении. Тем не менее, настроение у жителей прифронтовой зоны, у жителей Бородинского района, несмотря на всю напряженность ситуации, достаточно приподнятое. Каждый житель верит в то, что эта война положит конец агрессорской политике Армении в отношении мирных гражданских людей. Ведь даже до эскалации конфликта, до боевых действий вооруженные силы Армении периодически грубо нарушали режим прекращения огня, обстреливали мирных гражданских людей. Сейчас мы видим, как линия фронта отдаляется, то есть фронт уходит дальше от мирных гражданских поселений. Это, безусловно, не может не радовать местных жителей. И, несмотря на то, что ситуация действительно напряженная, каждый говорит о том, что верит в национальную армию, поддерживает ее. Сейчас, я напомню, в крупнейших городах Азербайджана соблюдается режим комендантского часа, то есть после 9 часов вечера выходить на улицу города нельзя, без острой необходимости. Поэтому сейчас мы можем видеть достаточно пустынные улицы, тем не менее, днем, в течение дня Бординский район, Тартарский, Агдамский, Герамбойский. Это густонаселенные, действительно живущие своей обычной жизнью города. Здесь нет никакой паники. Люди продолжают жить в своих родных домах, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы. Я бы хотела напомнить, что во дворе каждого дома имеются специальные укрытия, в которых можно переждать очередной артиллерийский налет. Наша съемочная группа продолжает работать в данном регионе, продолжает передавать самую оперативную информацию студия.